МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Это АйТи, не обойти, и я, Оксана Ачкасова. Сегодня жизнь без интернета уже сложно представить. Где еще посмотреть фильмы, узнать информацию о любом интересующем вас слове или явлении, пообщаться с друзьями из других городов или даже стран, или узнать последние новости? По данным статистики, в настоящее время в мире насчитывается более 4 миллиардов пользователей интернета. Это больше половины населения Земли. Проникновение интернета в нашу работу и жизнь послужило развитию большого количества интернет-бизнесов, обслуживающих все сферы нашей деятельности. Объемы рынка здесь почти безграничны. Только вслушайтесь в эти цифры. Мировой рынок компьютерных исследований и гибербезопасности в следующем году достигнет 10 миллиардов долларов. Рынок услуг в сфере больших данных или бигдата ежегодно растет минимум на 25% и к 2018 году достигнет уровня 42 миллиарда долларов. Самый крупный рынок так называемого интернета вещей, то есть умных гаджетов и технологичных устройств, в ближайшие 2-3 года вырастет до 600 миллиардов долларов. Неудивительно, что многие молодые и не очень люди так стремятся занять свою нишу в сети и заработать свои первые миллионы на собственных интернет-разработках. Именно о таких проектах шла речь на Стартап Дэй, который не так давно состоялся в Чебоксарах. IT-сфера и интернет-стартапы уже давно стали самой популярной темой среди молодежи. Но в Чебоксарах она пока недостаточно развита. Кто виноват и что делать? Именно этими вопросами задались организаторы Стартап Дэй. В Чебоксарах компания «Аплаб». Почему мы решили? Наверное, несколько причин. Первая, потому что в городе в принципе нет ни IT, ни маркетинговой движухи никакой. Вторая, потому что в регионе нет практически стартапов, и мы явно отстающие в этом плане, даже других регионов по Волжье. Мы хотим это исправить каким-то образом. Третья, потому что у нас внутри компании есть программа, когда мы стимулируем людей создавать собственные проекты, которые компания может профинансировать, помочь сделать. По поводу результатов, которые хотим получить. На самом деле результат здесь достаточно простой. Нам нужно доказать в первую очередь фри, что город в принципе жив, и что сюда стоит приезжать еще, потому что сейчас это некий пробный заход. То есть приехал один представитель фри, Наталья, за что ей большое спасибо. А в будущем мы надеемся, что будут форматы и другие, когда фри будет приезжать на два дня и будет работать в группах с конкретными стартапами, которые уже будут попадать в их программы, в акселераторы, преакселераторы, заочные и прочее. Для справки, фри, он же фонд развития интернет-инициатив, был создан в 2013 году агентством стратегических инициатив по предложению Владимира Путина. Это венчурный фонд, который предоставляет инвестиции технологическим компаниям на ранних этапах развития. За три года существования фри проинвестировал более 200 стартапов и дал возможность более полутора тысячам интернет-предпринимателей выйти на новый уровень. Вот у нас есть четыре программы. Это преакселератор, заочный акселератор, очный акселератор и постакселератор. Преакселератор – это образовательная онлайн-программа. Она больше подходит для проектов на стадии идей, на стадии разработки продукта. Она помогает оценить свой проект, какие шансы у него есть вообще получить инвестиции, ну и с точки зрения самого продукта, получить консультацию. То есть там в конце есть скайп с экспертом фонда, который ответит на все вопросы, там покритикует, порекомендует что-то. Следующая программа – это заочный акселератор, она бесплатная для проектов. Мы берем туда проекты, которые по каким-то критериям еще до уровня акселератора не дошли. Она двухмесячная, там есть старт ее обучения в Москве, и дальше проекты работают в своих городах, во всех крупных городах у нас есть обученный трекер. Здесь эта программа ориентирована больше на проекты, которые еще ничего не зарабатывают, и зарабатывают там около 100 тысяч. Естественно, должна быть команда, должен быть какой-то уже продукт. Акселератор – это программа, в которую первая ступень, где мы инвестируем, там за 7% доли компании мы даем 2 миллиона 100 тысяч. Это трехмесячная программа, то есть проекты приезжают к нам в Москву, с нами в одном офисе живут, работают. Часто его называют образовалкой, но как бы это не про обучение, там есть такой модуль, но это программа развития бизнеса. К каждому проекту прикрепляется трекер, это эксперт с рынка, который сам, скорее всего, там несколько бизнесов построил, который помогает проекту расти, развиваться. Проекты ставят какие-то гипотезы в течение недели, над ними работают, в конце недели подводят итоги, там что получилось, что не получилось, как-то корректируют стратегию, и вот на протяжении трех месяцев они таким образом развиваются. Большинство стартапов погибло не потому, что у них был плохой продукт, а потому, что этот продукт был никому не нужен. Именно на этом спотыкается большинство молодых предпринимателей. Как проверить свои гипотезы и как найти контакты для тестирования идей или продукта? Пример с галбоксом, да, приходите в место скопления. Почему-то люди очень сильно этого боятся. На самом деле торговые центры, конференции, какие-то тематические истории, типа вот там спортивная площадка, да, вот легко просто там с людьми поговорили. У нас был, кстати, хороший пример, когда ребята, вот из Bike Defender, у них была гипотеза, что это может быть интересным мотоциклистам. Они поехали на смотровую площадку в Москве, где все байки русят. Они там сразу нашли больше сотни человек, представились журналистам, которые пишут статью. Как бы те, естественно, рассказали все, что ребята хотели узнать, еще там пофотографировались. Спрашивайте целевых клиентов, да, владельцы собак, если у тебя знакомы, у кого есть собака. Друзья, коллеги в из-за культуры Финден, сервисы типа ЮДУС. Главный вопрос к фонду – все ли проекты добиваются желаемых результатов? Результаты есть разные, естественно. Есть проекты, у которых ничего не получается. Это мир устроен таким образом. Как правило, проекты вырастают где-то в 3-5 раз. Имеется в виду, оборот вырастает. Есть проекты, которые растут там и в 10, и в 50, и в 100 раз. Вот, такое тоже есть. Еще у нас есть программа постакселератор. Это уже для проектов, которые вот акселератор прошли. У них там есть какой-то оборот, там миллион, пять в месяц. Но с какими-то сложностями они сталкиваются, мы помогаем им дальше развиваться. Данил Письменный – выпускник акселераторов РИИ, успешно работающий в интернет-сфере. Для молодых программистов он хороший пример того, что нужно не бояться делать ошибки и воплощать свои идеи. Через какое-то время, прошедшее уже после акселератора, воспринимаешь это как какие-то американские горки, которые тебя сразу же с первого дня окунают. И ты там в течение двух месяцев просто не можешь очухаться от того, что происходит. Очень, что замечательно для меня было в акселераторе, что акселератор помогает очень быстро осознать, что ты делаешь не так, исправить это и встать на правильный путь. В рамках Startup Day он не только поделился своими воспоминаниями о работе в рамках акселератора, но и рассказал о типичных ошибках, которых нужно избегать при разработке стартапа. Первая проблема всех айтишных стартапов – это долгая разработка. Что я понял? Разрабатывать не надо вообще. То есть, когда ты выходишь в стартап, тебе не надо на самом деле ничего. Там столько умириться. Тебе не надо программировать. Вообще, в принципе, тебе нужно искать клиентов, тебе нужно искать проблематику, тебе нужно находить, тебе нужно, как в том анедоте, когда в 90-е годы встречаются два бизнесмена, один говорит, тебе нужен там вагон икры. Он говорит, да, тебе нужен там вагон каких-то деталей. Да, и один пошел искать вагон деталей, другой пошел искать вагон икры. То есть, сделка составила сделку. Совершить сложнее, чем, собственно, сделать продукт, продать его и так далее. Если, как говорила Наталья, если не получается продать по телефону, через интернет не получится продать тем более. Потому что интернет – это более сложный, вот эти вот страницы, представления информации – это более сложный способ продать и объяснить человеку, чем просто позвонить ему по телефону и сказать, ответить на его вопросы. Потому что человек вообще устроен так, что он понимает что-то, задавая вопросы. Если мы, получая информацию, и мы не можем какую-то, получить обратную связь, спросить, то до нас доходит только 10-15% информации, и, как правило, оно неправильно. Поэтому вытащить новый продукт без диалога взаимного практически невозможно. Личные продажи всегда совершили ООН. Еще одна штука, во Фри, мне прямо в голову засела, они говорят, дизайн головного мозга. То есть у нас, несмотря на то, что мы занимаемся веб-проектами, вот с тех пор, как мы начали заниматься веб-проектами, у нас штат уменьшился в 4 раза. Было 24 человек, а стало 6. У нас в компании нет веб-дизайнера и нет перстальщика. Вы не представляете себе, насколько это классно вообще. То есть, я не знаю, как выразить это словами без такой цензурно, но я сам занимался веб-дизайном, я люблю это делать-делать, но в стартапе этим заниматься не нужно, не до этого. То есть то, что все слышали о том, что вот здесь там нужно провести эксперимент, и может быть там с зеленой кнопки будет конверсия больше, чем с красной. Для этого нужно иметь конверсию сначала. Для этого нужно иметь, если в магазине, особенно в киоске, столкнулись с тем, что наша задача как владельца киоска заключается в том, чтобы магазин, который зарегистрировался в киоске, он как можно быстрее начал продавать. Вот как вы думаете, за какой период магазин, который зарегистрировался в среднем, начинает продавать? Через какое время? Вот у нас технически сделано так, что он может продавать в тот же день. Смысл сервиса в этом, потому что ты можешь до 5 минут начать продавать. Тебе открывается электронный кошелек, ты уже можешь принимать деньги. Ты просто в скайп-паспорт показал, все, ты можешь принимать, как часто лицо, можешь без налогов принимать 300 тысяч рублей в месяц, торгнуть, чем хочешь. Сергей правильно сказал, ну, проходит в среднем не полгода, но 3-4 месяца, это если активно магазин занимается своим наполнением, нашел менеджера и так далее. Ну, а так полгода очень легко. Многие выпускники фрии уже вышли на мировой уровень. Это и мобильное приложение Easy10, и драйвер Пак Солюшенс, и многие другие. Если вы уже подумываете о том, чтобы поучаствовать в одном из проектов фрии, то записывайте основные требования для участия. Для пре-акселератора никаких требований нет, то есть ее может пройти любой проект интернета, IT и около того. Ну, в принципе, может и офлайн-проект прийти, но просто для него она не настолько пользу пронесет, потому что все-таки подойти заточено. Акселератор – это минимум 2 человека в команде, которые готовы работать всего 3 месяца, 24 на 7, и заниматься только этим проектом. Есть требования к рынку, объем реалистично достижимого рынка, то есть сколько компания сможет через 3-4 года зарабатывать, должен быть не менее 300 миллионов в год. Должен быть продукт у команды, ну и вот, наверное, все. Соответственно, заочка – это проекты, которые немножко по этим критериям не дотягивают, которых там пока может быть не доделан продукт, не подтвержден спрос, вот мы помогаем им это растить. Как вы понимаете, любой проект имеет право на жизнь, нужно лишь желание его развивать, а возможности обязательно найдутся. Интернет открыт для всех, независимо от возраста, образования или профессии. Например, самому молодому дизайнеру Яндекса всего 16 лет, и он еще учится в школе, но это не мешает ему работать на одной из крупнейших интернет-корпораций мира. А случаев, когда совсем молодые люди благодаря интернету получают доход намного больше не только родителей, но и многих успешных бизнесменов, и вовсе не сосчитать. Самый известный случай с легким заработком произошел еще в 2006 году, когда британский студент создал сайт, состоящий из миллиона пикселей, каждый из которых он продавал за один доллар. Через 138 дней после запуска сайта его общий доход составил уже более миллиона долларов. Или Ивангай, 19-летний видеоблогер, который снимает видео про свою жизнь и какие-то забавные случаи, зарабатывает около 500 тысяч рублей в месяц. Не слабо, да? Конечно, не каждый может придумать идею на миллион, и далеко не каждый готов снимать видео о себе и выкладывать его на всеобщее обозрение. Если это про вас, не огорчайтесь. Есть огромное множество способов поработать в сфере IT-технологий, создать свои проекты и стать успешным в этой области. Кстати, и зарплата у IT-специалистов всегда выше среднестатистической, где и как этому учат, узнаем в следующем сюжете. Средний возраст айтишника в мире 29 лет. В России он ниже около 27. При этом более 50% всех специалистов в области IT-технологий старше 20 лет. Свой путь они начинают по-разному. Идут в университеты, колледжи, изучают работу, как говорится, на месте. Некоторые увлекаются информационными технологиями еще со школьной скамьи. В последнее время такая занятость молодежи только поощряется. Ребята не только получают новые знания, но и приходят к пониманию того, чем хотят заниматься в своей взрослой жизни. В Чебоксарах для школьников и студентов, желающих попробовать себя в сфере IT, существует достаточно возможностей. Например, сравнительно недавно в столице республики открыли Центр молодежного инновационного творчества инженеры будущего. И уже есть первые результаты. Возникла идея посмотреть, а как же у нас в Чебоксарах на уровне школьников, старших школьников, состоять дело с сознанием именно вот этого аппаратного программа спечения персональных компьютеров. Более того, мы решили проверить по стандартам мировым. То есть заувалировано по требованиям сертификации компании ЦИСК и по требованиям такого международного движения, как Junior Skills. Junior Skills – это программа ранней профориентации для школьников. Она реализуется в рамках соревнований WorldSkills в России с 2014 года. Конкурс IT Professional 2016 – своеобразная подготовка ребят для сборной Чувашии, которая смогла бы в будущем представить республику на соревнованиях Junior Skills. В состязании приняло участие более 25 учебных заведений города. Школьники проверили свои знания на двух этапах соревнований. Если на конкурсы попали ребята, которые не разбираются в IT, то они быстро сошли с дистанции, не ответив на вопросы теоретического этапа. До практики добрались лишь 10 человек из 124. Они собрали компьютер и подключились к сети. Комплекс работ, который в движении Junior Skills и WorldSkills является необходимым минимумом для профессиональных компетенций, именно компьютерщик с большой буквы. Тот, который его не боится вообще никак, этого любого компьютера. Вот. И это выполнение задания было всего лишь 4 часа. Задано. То есть, опять же, мы привязали к стандартам Junior Skills. То есть, по сути, привели Junior Skills, не объявляя об этом. Потому что мы, как бы, пока не имели права официально его в этой сервере не проводить. Вот. Ну, итоги показали, что у нас ребята очень хорошие айтишники. То есть, видите, здесь зависит все от того, насколько вовлечен человек, там, даже, скажем, школьник, да, или студент, вот в получении именно этой профессии. В этом году лучшими из лучших стали 11-классники. Ребята поделили между собой все три первых места. Конкуренция в первом туре, если честно, я ее не особо заметил. А когда был второй тур, у нас осталось всего 10 человек, там конкуренция уже была заметна, так как там счет шел уже на баллы. И, как бы, все перепроверял по 10 раз. Очень хотелось убедить. Айти Профэшнл 2016 – не единственное достижение. Недавно в центре выпустили первую группу ребят, которая прошла мастер-классы по электронике. Была же заводна программа «Твой шаг в электронику» для работы уже совсем с маленькими детками. То есть, начиная с пятого класса. Вот. То есть, рискнули выйти на уровень пятого класса, потому что, ну, известно, да, как-то дальше физику пока не все изучали. Некоторые моменты сложно объяснить. Было бы, ну, научным языком. Ну, нашли выход. Занятия проходили как раз в этом корпусе. Учились ребята в несколько этапов. В основном с помощью игр и экспериментов. Многие из них захотели вернуться сюда в следующем учебном году. При этом в корпус центра заходят и те, кто учится в колледже. Цель этого центра – помогать ребяткам найти себя. Если так вот просто сказать, да. Вот. А направление подготовки здесь больше ориентировано на электронику, ну, и систему управления. Экопроцессорные. Ну, электроника как бы для деток, назовем их так, да, вот это маленькие школьники. Вот. Но система управления – это уже для взрослых. Ну, и там старшие студенты, вузы, СУЗы. Ну, и даже есть у нас контакты с представителями малого бизнеса. В целом в России существует множество кружков и центров, где школьники могут получить начальное знание в IT-сфере. В основном туда ходят старшеклассники, но есть и те, кто предлагает курсы для самых младших школьников. В крупных городах будущие айтишники к окончанию 11-го класса осваивают несколько языков программирования и изучают предметы IT-блока в объеме первого курса профильных вузов. Ребята участвуют в Олимпиадах по информатике и программированию и разрабатывают свои собственные проекты. Специалисты отмечают, посещение таких занятий также можно рассматривать как форму подготовки на IT-специальности. Нередко в программах обучения включены элементы ЕГЭ по информатике. Во многих крупных вузах школьников готовят к поступлению. В Чебоксарском центре молодежного и инновационного творчества тоже надеются, что занятия смогут помочь ребятам определиться со специальностью, да и сами школьники не исключают такой возможности. Чем больше возможностей для заработка, тем больше простора для мошенников. Ежедневно мы получаем рассылки по электронной почте, читаем посты в соцсетях и участвуем в обсуждениях на форумах. Как отличить достоверные источники от мошенников, как не попасться на их удочку и как обеспечить себе безопасность в интернете. Предупрежден? Значит вооружен. Поэтому садитесь поудобнее и слушайте наши советы. Интернет-штука не только полезная, но и опасная. Там, где есть прямой доступ к доверчивым пользователям, обязательно появляются мошенники. Сегодня мы поговорим про наиболее часто встречающиеся формы интернет-мошенничества и расскажем, как их избежать. Способ первый. Составляем гороскоп. Объявлениями подобного рода просто кишит всемирная паутина. Составить его предлагают бесплатно и быстро. Для этого нужно просто заполнить анкету и указать имя, фамилию, дату рождения и, конечно, адрес электронной почты. Вы отправляете данные и ждете гороскоп. А получаете письмо с указанием номера, на который нужно отправить смс для получения заказа. Не забывайте, смс платное. И в лучшем случае с вашего счета спишется рублей 150-200, и вы получите свой гороскоп, но будет он далеко не уникален. В худшем же случае вы просто подарите мошенникам эти деньги, а письма от них еще долго будут приходить в ваш почтовый ящик. Наш совет. Не верьте интернет-астрологам, интернет-гадалкам и прочим шаманам в сети. Хотите сделать точный гороскоп? Найдите настоящего проверенного астролога с рекомендациями и работайте с ним напрямую. Способ второй. Помогите ребенку. Текст о тяжело больном ребенке с фотографией распространяется через социальные сети, форумы или приходит по электронной почте. Автор сообщения рассказывает слезную историю о мальчике или девочке, который болен неизлечимой болезнью, а у родителей не хватает средств на оплату лечения. Всем, кто хочет помочь, предлагается перечислить деньги на банковский счет, реквизиты которого прилагаются, или произвести оплату через вебмани. Из-за такого мошенничества многие теряют доверие к любым просьбам о помощи и отворачиваются от тех, кому помощь действительно необходима. Наш совет. Если вы увидели объявление о сборе денег для ребенка, попробуйте установить контакт с его родными или автором сообщения. Уточните фамилию ребенка, узнайте диагноз, в какой больнице он находится, какое лечение планируется и какова точная сумма для сбора средств. Если разговор не вызвал у вас подозрений, не оставайтесь равнодушными. Способ третий. Купить билет и не улететь. Если вы часто покупаете билеты на самолет онлайн, будьте осторожны. Вы можете попасть на клон любимого сайта. Не покупайтесь на слишком низкую цену билета в сравнении с остальными предложениями. Скорее всего, это ловушка. Особенно много таких предложений попадается в соцсетях. Поэтому лучше перепроверьте наличие билетов и бронь на сайте авиакомпании или проверенного агентства. Еще один способ отличить мошенников – это способ оплаты. Они редко связываются с банками, поэтому предлагают оплатить прямым переводом на карту или электронными деньгами. Наш совет. Любой сайт можно проверить на специализированных сервисах, где вы можете посмотреть владельца домена и дату его создания и регистрации. Если сайт работает пару месяцев, то, скорее всего, это клон. Интернет – место не только больших возможностей, но и возможных потерь. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников. Для чего нам нужна мобильная связь и интернет? Ответ на этот вопрос у каждого свой. Кто-то каждый день звонит бабуле в Тамбов, кто-то постит новые фотографии, а кто-то ведет свой бизнес. Соответственно, и запросы у всех свои. Ранее мобильные операторы не предоставляли большого разнообразия тарифов. Но со временем все меняется. Теперь возможности подстраиваться под потребности. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году Татьяна решила устроить путешествие по родной республике и соседним регионам. Живописных мест у нас хоть отбавляй. То и дело фотографируй, выкладывай в соцсети, чтобы друзья тоже любовались такой красотой. Вот только постоянное общение в сети, просмотры фотографий и видео съедает большое количество интернет-трафика. Подумав, Таня решила, зачем считать байты, если можно взять тариф, в который уже включены минуты, смс и интернет за приемлемую цену. Идею девушки сэкономить таким образом поддержали ее родители. Их давно перестали устраивать условия тарифов, подключенных много лет назад. В итоге в салон Мегафона отправились все вместе. К лету мы приготовили несколько интересных предложений. Например, с июня этого года при подключении к тарифной линейке «Все включено» абоненты Мегафона получают удвоенный пакет интернет-трафика. А буквально несколько дней назад начала действовать опция «Мегабезлимитно». Она открывает пользователям тарифов «Все включено» полностью безлимитный интернет. Подключение бесплатно, а абонентская плата всего от 5 рублей в день. Главное удобство опции в том, что подключить ее можно когда удобно и на любой срок. Сегодня более 40% абонентов Мегафона пользуются интернетом. И мы надеемся, что новое предложение позволит им неограниченно общаться с друзьями и родственниками. Линейка «Все включено» оправдывает свое название. В ней сразу 6 тарифов с разным трафиком минут, смс и интернета, которые можно расходовать и в поездках по России. При этом по умолчанию на всех тарифах безлимит внутри сети по всей России и при поездках по стране. Минуты на номера других операторов и количество смс зависят от тарифа. Например, на «Все включено» — «С» — 180 минут и столько же смсок. На «Все включено» — «Вип», «4000 минут» и «4000 смс». Трафик мобильного интернета варьируется от 2 до 15 гигабайт. А при подключении этим летом он удваивается на первые 3 месяца. Не забываем, что можно подключить «Мега безлимит» и не думать о трафике вовсе. Кроме того, на тарифах линейки есть возможность смотреть «Мегафон ТВ». Стоит добавить, только в «Чувашии» действует еще один тариф «Все включено» — «М плюс». Безлимит на звонки внутри сети «Мегафона», 300 минут на звонки другим операторам, 300 смс, 5 гигабайт мобильного интернета — всего за 200 рублей в месяц вместо 300. В рамках акции «Мега комплект». Татьяна выбрала для себя «Все включено» и подключила «Мега безлимит» на время отпуска. Теперь за 400 рублей в месяц девушка сможет делиться фотографиями и своими мыслями в социальных сетях и спокойно звонить папе из своего путешествия, даже если уедет за пределы «Чувашия». Отец героини решил попробовать «Все включено» или работы связано со звонками на номера других операторов. Более 700 бесплатных минут, столько же смс, да еще и 14 гигабайт интернета по летнему предложению для него находка. А мама подключилась к теплому приему, чтобы общаться со своими родственниками из Узбекистана всего за 2,5 рубля в минуту и быть рядом в самые важные моменты, несмотря на расстояние. На сегодня все. Используйте технологии себе во благо и упрощайте свою жизнь. Смотрите «Айти не обойти» на национальном телевидении «Чувашии» и на нашем канале в YouTube. А я с вами прощаюсь. Всегда на связи Оксана Ачкасова. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Алексею Дубровскому Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...